Площадь Почтовый, Подольский мост, Метро на Теремки, вообще есть бежалерия на это строительство? Значит, Метро на Теремки будет достроено в этом году, Почтовая площадь будет достроена до дня города, Подольско-Воскресенский мост пока финансируется не в том объеме, чтобы был сдан в этом году, по крайней мере я сейчас пока это так вижу. На самом деле в настоящий момент Александру Павловичу Николаю Яновичу Азарову по поводу бюджета 2013 года, поэтому может будут новости, будем надеяться. Но я бы все-таки вас, позвольте, я понимаю, что это не законченные объекты строительства, но это все-таки не недострои, которые брошенные, они ведутся, их строительство, вопрос правильный, когда они будут введены. И тот и другой объект будут введены в этом году, ну метро, по-моему, чуть позже, оно будет к осени введено, а Почтовая площадь будет до дня города введена. Спасибо, коллеги, называйтесь. Шасан Михайлович, Дарья Марчаткова, скажите, пожалуйста, первый вопрос это о потребностях в финансировании дефицита и долгой Киева на текущий год, и где вы, ну как вы планируете привлекать финансирование. А второе, это судьба Патовский-Богуровский мозг, да, был разговор, что мы до привлечения инвесторов проводился анализ, по-моему, ВТБ-банк проводил, в каком состоянии там планировали, до декабря уже закончили анализ, представить какие-то инвестпроекты, Я понял. Значит, давайте так, первое, сумма на обслуживание внешних долгов Киева, она в районе 1 миллиарда 300 миллионов денег в этом году составит, она заложена в бюджете, мы, в принципе, долги обслуживаем внешне отлично, у нас нету просурочек в оплате, вот, и благодаря этому мы имеем неплохой рейтинг, который практически идет нога в ногу с украинским рейтингом, это показательно для столицы, вот, относительно дефицита того, ну у нас этот бюджет бездефицитный, мы не планируем новых заимствований в этом году, единственное, сейчас нам, в принципе, финансовые аналитики предлагают перепаковать свою задолженность, которая у нас есть к погашению в 15-16 году на более длинные бумаги с более дешевыми ставками, но пока мы консультируемся, не понимаем, пойдем мы в эту процедуру или не пойдем, здесь необходимо также еще более правительство и министерство финансов, то есть если мы, в принципе, увидим, что мы деньги сможем разнести на более длительный период и они будут более дешевыми, то мы в эту сделку пойдем, если нет, то, в принципе, у нас сумм погашения каких-либо в этом году нет, основные суммы мы уже практически погасили с начала года, мы Хрещатику должны были 400 миллионов погасить, 250 мы уже погасили, то есть осталось 150 миллионов, ну, мы в течение года их планомерно погашим, срок погашения окончательный у нас в сентябре месяце, вот, ну, сейчас мы специально погасили, для того, чтобы не платить проценты по бумагам, в принципе, это там нам дало возможность, 250 миллионов, с 20% годовые гривни, ну, считайте, практически 50 миллионов гривен мы сэкономим, только на том, что сделали в начале года платежи, вот, относительно теперь Троещины, ну, метро на Троещины, мы провели конкурс, выиграл у нас не ВТБ, а ВЭБ, подачейная структура, это центр финансовых послуг, ну, внешне эконом-банков, они сейчас заканчивают финансовую схему, и, в принципе, в апреле месяце мы выйдем на поиск финансового партнера по этой разработанной ими финансовой схеме. А сумма финансирования там заверилась около 1 ряда? Ну, мы понимаем, там мы внесли некие изменения в проект, разделили его на несколько очередей, вот, с тем, чтобы в первую очередь запустить все-таки процессы Троещины до Подола, а в второй очереди уже идти по правому берегу, там, от Лукьяновки до, опять же, до того же Подола, до Подольского-Стресенского моста. Так вот, ну, общая стоимость строительства порядка 2 миллиардов долларов, ну, а на первый этап мы подразумеваем, что это порядка, там, 800-900 миллиардов долларов. Еще вопрос. Елена Вячеслава, Газета Крещина. Крислав Михайлович, расскажите, пожалуйста, вот какая седация с бюджетом от зараза? Вы сказали, 19 миллиардов, это уже остаточная сумма. И вот, какие будут другие, если это 43 плановалось, будут какие сферы урезаны, не больше? Как это позначится на житете ян? Ну, смотрите, во-первых, бюджет прошлого года принимался, насколько я память мне не изминаю, 16 миллиардов, 600 миллионов общий был показатель. Закончили мы бюджет с цифрой 22 миллиарда гривен, если мне тоже не изменяет память, да, то, ну, на самом деле, это показатель работы, сколько мы в течение года нашли еще дополнительного ресурса и профинансировали город, ну, его потребности. Сейчас тот проект бюджета, который мы давали, он был 18 миллиардов, сейчас мы даем проект бюджета, ну, пока вот сегодня мы закончим уже консультации с депутатами, с управлением, он будет порядка 19 миллиардов гривен. Мы также ждем поручения, все-таки, ну, вернее, есть уже поручения по поводу пересмотра показателей городского бюджета за результатами, которые будут вноситься в государственную бюджету. И надеемся на то, что будет увеличено днем финансирования. Теперь относительно того, что будет урезано, ужато, никакой усушки, утруски в бюджете не будет. Мы, во-первых, нашли дополнительные источники финансирования, ну, скажем так, вернее, дополнительную возможность финансирования на 1 миллиард 769 миллионов гривен. Это мы в прошлом году вместе с Министерством финансового в последние дни выплатили январскую зарплату 500 миллионов гривен, частично, да, от январской зарплаты. Это дало возможность нам сэкономить 500 миллионов выклад зарплат в этом году. Ну, соответственно, плюс, не минус. Вот. Мы проработали с Киевэнерго, и впервые в этом году будет заплачено за использование сетей 236 миллионов гривен. Это дополнительные доходы бюджета. У нас, к счастью, в отличие от предыдущих лет, на остатках есть порядка 850 миллионов гривен живых денег на счетах, которые также не планировались в прошлом бюджете. И нами увеличена программа приватизации и продажи земель на, ну, почти на 300 миллионов гривен. 200, или 289, или 298, ну, если позволите, там, точную цифру уточнить, ну, порядка 300 миллионов гривен. Вот это, в целом, дает 1 миллиард 769 миллионов. Вот. Поэтому, в принципе, мы пересмотрели эти моменты, мы провели оптимизацию этих затрат, которые можно было оптимизировать, ну, чтобы это никоим образом не повлияло на заработную плату и социальные выплаты людей. Вот. Медикаменты, питание, энергоносители заложены в том объеме, который был в прошлом году. Вот. И, ну, надбавки, я сказал, с учетом роста инфляции и заработной платы, также будут проиндексированы. Вот. Поэтому, в принципе, все выплаты и вся работа города будет сейчас обеспечена. Но, в принципе, мы ждем все-таки отклика от кабинета министров. Вот сейчас у нас работает рабочая группа с Министерством финансов. Министр с Александром Павловичем имели уже несколько встреч. Я как представитель от администрации работаю. Министерство финансов также есть на уровне замов представителей, которые входят в эту рабочую группу. Я думаю, мы найдем конструктивы и, в принципе, двигаемся в правильном процессе. Есть ресурсы и замечания к нам, как к городу, где мы можем мобилизовать, увеличить доходы и оптимизировать расходы. Есть также и поступки Министерства финансов в том, что в части увеличения финансирования дополнительного. Но сейчас бюджет, в принципе, спланирован на уровне 2012 года. То есть хуже, чем в 2012 году, финансирование не будет происходить. Но это не за рахунок этих податков, которые Киев выдастся до государственного бюджета? Близко 7 миллиардов гривен. 8600. Нет, сейчас мы нашли, Александром Павловичем вчера подписан проект закона на Кабинет Министров по поводу возвращения стопроцентной нормы КДФО в город. Есть там другие изменения. Сейчас просто такова ситуация, что мы, с одной стороны, должны получить поддержку Министерства финансов, чего, собственно, и добивались с декабря месяца. И все-таки мы ее получили в части изменения бюджета и пересмотра показателей бюджета. С другой стороны, город все равно это живой организм. Необходимо платить зарплату, необходимо обешкодовать пильговые проезды, другие платежи, которые без принятого бюджета, они все стараются делать. А у нас есть транспортная отрасль, у нас есть благоустройство, есть другие объекты, которые необходимо финансировать без бюджета, но, к сожалению, не финансировать. Еще одно важное. То есть Александр Павлович подписал этот закон, но какой будет реальность? Александр Павлович подписал проект закону, он закон не подписывает. Закон и глава Верховной Ради подписывает. Доброе, но какая будет ситуация? Если все-таки в Киеве были не вернуты эти деньги, какие шансы? Ну, мы сделали такую инициативу, нас поддерживают и депутаты, нас поддерживают, прежде всего, киевляне, поэтому мы считаем, что это деньги наши, городские, мы за них будем бороться. Так, а депутаты, как Вы считаете, Киеврады поддерживают? Депутаты Киеврады поддерживают, только теперь должен Кабинет Министров сквалить инициативу Попова, дальше Кабинет Министров должен передать эту инициативу, проект закону, передать Верховную Раду. В Верховной Раде мы с Вами слышали много высказываний депутатов оппозиции, правовластных депутатов, которые поддерживают этот проект. Вот посмотрим. А че поддерживают депутаты Киеврады тот бюджет, который, я так понимаю, его уже подготовили на наибольшей сессии? Посмотрим. В четверг следующий покажет. Тобто Вы не вспоминены в этом? Ну, я же депутатов... Я работаю сейчас с депутатскими фракциями, общаюсь. И какие настры? Со всеми. Настры разные. Только что я рассказывал шутку про 40 миллиардов, это не шутка, это действительно их желание, поэтому приходится все-таки обсуждать с ними, убеждать в том, что 40 из 18 сделать невозможно, поэтому давайте уместимся все в 18. Как будет голосование? Депутаты находятся... Имеют свою точку зрения на отдельные вопросы. Пока, если Вы видели, то, в принципе, все бюджетные экономические вопросы постоянно поддерживались депутатами. Как будет в этот раз, увидим. Но, с другой стороны, тот, кто не проголосует за бюджет, возьмет на себя ответственность, не выплаты заработной платы в ряде коммунальных предприятий, если бы не было. То, что Вы бы рекомендували? Согласиться с Вашим бюджетом. За каждого из них голосовало минимум 8-10 тысяч человек киевлян. Пусть каждый подумает. На днях была озвучена идея создания в Киеве муниципальной страховой компании. Сколько она выплатила в этом году, эта идея? А есть ли какие-то деньги? И вообще Ваше отношение? Нужна ли? Ну, я, если позволите, как бы не хотел раньше выстрелы стартового пистолета рассказывать. Она-то была инициирована. Но, тем не менее, я думаю, первое, она однозначно нужна в условиях киевских. Потому что, во-первых, Киев является единственным городом, у которого есть своя социальная дополнительная социальная дополнительная помощь малозащищённым населением. Это первое. Второе. У Киева единственного есть выплаты на медикаменты и питание в лечебных учреждениях, которых нет в других областях, городах. И это достаточно большой финансовый ресурс. Например, на те же медикаменты город Киев тратит от 400 до 500 миллионов гривен ежегодно. Чего не происходит в других областях. И мы считаем, что это даст возможность оптимизировать затраты. И на самом деле, те люди, которые действительно сейчас... Ну, вот каждый из нас с вами был раз или два в поликлинике и в больнице. Вы бесплатно медикаменты получали? Я ни разу. Поэтому это говорит о том, что деньги тратятся, а физически люди, те, которые этого требуют, они этого не получают. Данной страховкой мы разработали ряд тарифов. Нам сейчас просто необходимо еще организовать эту компанию. Мы собрали в банках рабочей группы, разработали там самый маленький социальный тариф, который мы будем предлагать. Это будет 25 гривен через 2 месяца. И на самом деле это гораздо меньше любых медицинских страховок, но этот полюс будет включать в себя даже шунтировать сердце. Поэтому, в принципе, мы отдельно будем это... Ну, по этому поводу сделаем и пресс-релиз, и какой-то брифинг, и презентуем эту ситуацию. Но пока просто должны быть определенные формальные процедуры. Больше того, та же лекарня на кассе, она показала, что люди к этому стремятся. Но в такой форме, как лекарня на кассе, она не может существовать в таком большом городе, в Киеве. Поэтому, учитывая, что сейчас все равно есть забота киевлян, и тратятся достаточно большие деньги, и тратятся больше миллиарда гривен на это, то правильно это оптимизировать через социальное страхование, тем самым больше будут получать и врачи, и каждый человек будет получать больше, более качественные услуги, нежели он получает ее сейчас. То есть, от создания гиперпетационных таких бюджетов? Конечно. Ну, сейчас да. Поэтому и есть идея создания муниципальной компании, не используемой коммерческой, потому что в данной ситуации это создается не для зарабатывания денег, а для оптимизации просто, скажем так, дружебных средств. Ваш вопрос. Вот один комментарий. Руслан Михайлович, смотрите, я возвращаюсь к национальным моментам, в данном случае к Варкуате. Насколько я знаю, Киев один из городов, где, скажем так, тариф наименее далек от реальной ситуации, большая часть субсидируется, насколько мне известно. В этом году какая ситуация с компенсациями по тарифам? Будут ли они подниматься? Очень много говорили о том, что, возможно, в этом году будут подниматься тарифы. То есть, ты понимаешь, что это не совсем Ваша бочина, но тем не менее. Ну, на самом деле, моя бочина, это экономика. То есть, Вы предлагаете поднять тарифы? Нет, я спрашиваю. Если это комментарий, то предлагают поднять тарифы? Нет, я не предлагаю. Я спрашиваю, какая ситуация на данный момент. Значит, учитывая, что у нас стоимость основных ресурсов, которые входят в составную тарифов, не поменялась, за исключением заработной платы, мы поднятие тарифов не планируем в этом году, именно которые уже лично-коммунальные тарифы. Это, на самом деле, единственная преликатива органов местного самоуправления на сегодняшний день. Тарифы на воду и тепло у нас создан регулятор государственный, который принимает единое решение в разрезе каждого года. Вот. А относительно теперь поддержки. У нас в ЖЭКах, в жилищно-эксплуатационных, у жилищных кооперативов и у СББ сформировалась некая разница в тарифах перед поставщиками там как-то «Водоканал», как-то «Киевэнерго», как-то другие компании. Мы планируем погасить это в объеме порядка 160 миллионов гривен, эту разницу в тарифах, вывести с убыточности ЖЭК и тем самым, в принципе, не допустить поднятия тарифов либо банкротства эксплуатационных организаций. Это комок, который собрался с 2004 года. Вот мы его сейчас все-таки закрываем, этой проблемой больше не будет. И мы в этом ставим точку. А в части тарифов никаких планов, в части повышения нет. И вот вы сегодня сюда ехали. На ваш взгляд, как работают наши ЖЭКи, как работают с точки зрения уборки снега? Ну, в части уборки снега, на самом деле, сейчас уже ситуация улучшилась, чем я ехал в 7 утра на работе. Есть определенные, ну, сейчас снег будет идти до 4-х часов дня. Я не занимаюсь уборкой снега, даже зам по экономике я все равно знаю, что он будет идти до 4-х часов дня. Убирать его именно, ну, то есть есть некий технологический, ну, по крайней мере, транспортники так обещают, есть некий технологический процесс, который требуется для уборки снега. Он моментально не будет убираться, раз, во-вторых, ну, расставать, да, таять с одной стороны. С другой стороны, необходимо четко понимать, что его можно убирать каждые 20 минут, вот, но он все равно будет высыпаться. В 4 часа снег прекратится, я думаю, что до вечерних пробок уже город будет тупо. Ну, в принципе, вы видите, что практически уже все районы смесью посыпаны, основные магистрали, уже снег сейчас практически везде растаял. Температура около нуля, я думаю, что до вечерних ожидаемых пробок он растает. Еще вопрос есть? Спасибо огромное за вопрос, спасибо огромное вам, что это видео.